Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия. Председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов принял участие в совещании заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым по вопросу организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории страны. В Карачаево-Черкесии деятельность по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов осуществляют два полигона. Кроме того, в республике разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами. В Карачаево-Черкесии подвели итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал». По данным Управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии, в результате операции выявлено 229 административных правонарушений. Чаще всего иностранные граждане не соблюдают правила въезда или режима пребывания в России, а также осуществления трудовой деятельности. Около 50 нарушений касались незаконного привлечения иностранных граждан к работе. По итогам рассмотрения административных материалов судьями и должностными лицами МВД наложено штрафов на сумму 524 тысячи рублей. Принято 36 решений в отношении иностранных граждан о выдворении за пределы Российской Федерации. Принято 14 решений о неразрешении въезда в Россию в отношении иностранных граждан. В рамках операции «Задержан гражданин Узбекистана за незаконный оборот наркотиков» возбуждено уголовное дело. В Черкесске состоялась встреча архиепископа Феофилакта с недавно избранным муфтием Карачаева-Черкесии Мухаммадом Хаджи-Эркеновым. Встреча проходила в Покровской церкви Черкеска. На ней обсудили взаимодействия в сфере сохранения мира между православными и мусульманами республики, противодействия экстремизму и терроризму. Вопросы воспитания подрастающего поколения, необходимости сохранения национальной духовной памяти народов Северного Кавказа и другие. В частности, прозвучало предложение провести в Карачаево-Черкесии в 2025 году межконфессиональный форум, а сейчас начать подготовку к нему. Репортаж Али Баташева. Духовные лидеры встретились как добрые друзья, хотя встреча носила официальный характер. Цель обсудить дальнейшее сотрудничество в сохранении межконфессионального и межрелигиозного мира в республике, противодействия экстремизма, воспитании подрастающего поколения. Эффективное сотрудничество зависит от уважения и братского отношения друг к другу, убежден муфтий. Вот обычно же говорят веротерпимость. Я это слово не люблю. Веротерпимость – это значит терпеть друг друга. Быть терпимым другом. Мы не должны терпеть друг друга, мы должны уважать друг друга, ценить друг друга, любить друг друга. И межконфессиональные отношения в Карачаево-Черкесии всегда были на высоком уровне. Большие праздники мы всегда друг друга поздравляем. И пользуясь возможностью поздравить мусульман с праздниками, которые относятся к исламской культуре, или поздравить православных, которые относятся к православной культуре, это всегда хороший повод для встречи. И я очень благодарен муфтию за то, что в этот день появилась такая возможность увидеться. И, конечно, для меня это особенно значимо увидеться здесь, на территории одного из древнейших храмов нашего города. Встреча проходила в день престольного праздника храма. Священнослужители рассказали муфтию об истории создания Покровской церкви Черкесской и показали фотографии и другие экспонаты, относящиеся к этому событию. После чего приступили к официальной части встречи. Владыка выступил с предположением провести в следующем году в республике межконфессиональный форум. Собрать молодых людей, молодых ученых, людей, которые занимаются сохранением культуры и истории в нашей республике, хорошо знакомые с культурой и историей народов, которые населяют нашу республику. И эту большую площадку, этот большой форум сделать местом, где мы могли бы обсудить самые животрепещущие темы для нашей сегодняшней жизни. А именно то, что вдохновляет нас к любви к своей малой родине, к своей республике, что вдохновляет нас к любви к нашему отечеству, что помогает сегодня защищать традиции наши, в том числе и помогает защищать эти традиции и там, где необходимо держать в руках оружие в зоне специальной военной операции. Очень буду стараться, я и моя команда, мы будем, конечно, я подобрал молодую команду, довольно-таки, между 30 и 40 годами у меня команда, вот, но мы будем вести эту работу таким образом, чтобы хотя бы планку, которую держалась в Майл-Хаджи, мы будем стараться ниже не обждать. Сейчас священнослужители обеих конфессий встречаются с молодежью не только в храмах, но и в учебных заведениях. В городах и селах республики строятся храмы и мечети, отмечали участники встречи. У верующих есть возможность собираться в общины и исповедовать свою веру, поддерживать и помогать друг друга. А это фундамент мира между разными народами, живущими в одной большой стране. Али Баташев, Ольга Савенко, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим, не переключайтесь. Телефон 8-929-860-8036. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, ночью в горах с мокрым снегом, ночью и утром в отзельных районах туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду, температура ночью 5-10, в горах 0,5, а днем 12-17 градусов тепла и местами до плюс 10. В Черкесске ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду, температура ночью 8-10, а днем 15-17 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Региональный семинар «Говорим о важном». Новые горизонты образования обсудили вместе с навигаторами детства. Мероприятие провели в Черкесске на базе Центра выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи Карачаево-Черкесской республики «Спутник». Об эффективности и значимости учебно-практических занятий для педагогов Альбина Ламкова. Семинар «Говорим о важном» стал сильным шагом в развитии образования, поскольку он объединил профессионалов и предоставил уникальную возможность еще раз обсудить актуальные вопросы, разработать стратегии, способствующие росту качества обучения, воспитания и, конечно, обменяться опытом. Полученные знания непременно будут реализованы на занятиях с детьми. Организатором масштабного мероприятия в рамках «Года семьи» выступила команда регионального ресурсного центра навигаторов детства Карачаева-Черкесии. На разговорах о важном должны присутствовать не только дети, но и их родители. У нас в планах сейчас записать разговоры о важном на радио, чтобы утром наши родители уже были в курсе, какую тему сегодня наши дети будут обсуждать на разговорах о важном. Знаете, наверное, самая большая ценность этого проекта в том, что дети учатся говорить, высказывать свои мысли, выстраивать логические цепочки, говорить о причинно-следственных связях. Семинар для педагогов проводится регулярно, как всероссийского масштаба, так и регионального. Один из них совсем недавно прошёл в Центре знаний Машук. Он объединил порядка 150 педагогов из 87 регионов России, наши учителя в их числе. Они познакомились с инновационными подходами в преподавании, способами вовлечения учащихся в общественно-активную деятельность. Мы собрали очень много разных методик со всех регионов. Мы делились опытом, и в связи с этим у каждого свой багаж, который он унёс. То, чего мы никогда не делали и не применяли у себя в регионе. Например, из Калининградской области мы переняли опыт приглашения на мероприятия родителей, потому что как раз-таки именно родители являются связующим звеном между преподавателем и ребёнком. На региональном семинаре «Говорим о важном» рассказали о наиболее значимых задачах, стоящих в данном периоде обучения. Познакомились с основными направлениями государственной политики в сфере воспитания. Обсудили необходимость изучения алгоритмов по привлечению к реализации программы в неурочной деятельности участников образовательных отношений, а также спроектировали взаимодействие советника-директора по воспитанию с участниками образовательных отношений. Разговоры о важном. Само определение говорит само за себя. Мы говорим о важном. О важном – это значит о том, как любить Родину. О важном – что такое патриотизм. О важном – какая у нас замечательная Россия и насколько у нас много прекрасных людей, достойных того, чтобы о них говорили. Еще Людмила Барлакова отметила, что как разговоры о важном справляются с предназначенной им ролью, всецело зависит от учителя. Формальное отношение к разговорам о важном лишает возможности ребенка получить очень важную информацию. Я обращаюсь к своим коллегам. Дорогие мои коллеги, пожалуйста, с душой отнеситесь к этому проекту и дайте возможность детям узнать не только математику, физику и химию, но и ценностные ориентиры нашего государства. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Пятидесятилетие совместной жизни отметила супружеская пара Морозовых. В ЗАГСе региональной столицы состоялось чествование юбиляров. На торжественном мероприятии побывал наш корреспондент Артур Мхце. К ЗАГСу Черкеска подъезжает украшенный автомобиль. Как и полвека назад, мужчина галантно подает руку своей спутнице. Пара отправляется в зал торжеств. Первыми заходят, разумеется, гости. Для них сегодня один из самых волнительных моментов. Свадьбу старших родственников большинство пришедших в зал торжеств людей ранее видели разве что на фотографиях. Счастливые лица, некоторые не в силах сдержать слезы радости. И вот Валерий Иванович и Ольга Николаевна Морозовы снова ответили на вопрос представителя ЗАГСа утвердительно. После чего оказались в кругу родных, поздравляющих их с золотой свадьбой. 50 лет в браке – это довольно-таки приличный срок. Вы знаете, я считаю, что такие семьи нужно ценить. Они очень должны быть уважаемые. И может быть не так для них. Хотя им большое спасибо за такую верность, которую они принесли через годы. А для молодого поколения, подрастающего, которые должны учиться на примере этих семей, создавать свои семьи, учиться жить вместе, учиться понимать и учиться слышать и слушать друг друга. Под эту песню пара танцевала в день свадьбы 50 лет назад. И вот они снова слышат мелодию, которая возвращает к началу совместного пути. А чуть позже юбиляры поделились радостью от значимого события. Гордостью за сохранение семейных ценностей и секретом счастливой жизни. Совет я могу один дать. Только уважать друг друга. Ценить, уступать. Ну, конечно, побольше женщине уступать, знаете, вот. Поэтому мне муж очень уступает, поэтому он еще живой, да. Так что и живет благополучно, да. Вот. А так все хорошо. Пусть молодые терпят. А терпение сейчас при вашей жизни нужно очень сильное. Дай бог терпения. Родным Ольге Николаевны и Валерия Ивановича есть с кого брать пример. Пройти долгий жизненный путь, сохранить взаимное уважение, внимание, друг другу, любовь. Способны только те, кто присутствие человека рядом действительно ценит. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Яркое событие, объединившее моду, творчество и эмоции. В Черкесске состоялся региональный фестиваль «Модафест». Местные дизайнеры и модельеры представили свои коллекции, а модели продемонстрировали их на подиуме. Альбина Ламкова продолжит тему. Качияева, Савира, 12 лет, город Черкесск. Номер 9. Доршева, Ясмин, 12 лет, город Черкесск. Яркие цвета, смелые силуэты и оригинальные фактуры. Праздник красоты и стиля собрал как профессиональных моделей, так и начинающих фестивалем «Модафест». Участвовали даже малыши. Детьми и моделями действительно остается лишь восхищаться. Я пришел на модный показ. Может, я хочу, чтобы меня показывали по телезу. Организаторы моды подчеркивают, что каждый ребенок, красив по-своему, нужно только помочь ему в поисках собственного стиля. Особенно помогли в этом деле магазины модной одежды для девчонок и мальчишек, увидев и подчеркнув в каждом его индивидуальность. Местные модельеры в области моделирования и дизайна одежды, как этнической, так и современной, также не упустили возможность продемонстрировать свои наряды на показе. Приняли участие в фестивале «Модафест» более ста человек. Организатор мероприятия – фэшн-агентство «Леди Групп» при содействии Министерства культуры Карачаева-Черкесии, партнерстве Международного союза дизайнеров и Творческого союза художников России. Мода является очень важной частью креативных индустрий, креативной экономики. И у нас в Карачаево-Черкесии здесь мощнейший для этого потенциал. Большое количество цехов, большое количество производителей трикотажной, текстильной продукции. Но наши дизайнеры пока еще ищут своего клиента, ищут себя, представляют первые коллекции. Нам очень приятно, что удалось поддержать такую хорошую инициативу. Впереди у нас следующие шаги. Мы сейчас совместно с нашими коллегами из Министерства промышленности, из Министерства экономического развития подготовим для всех участников этого фестиваля программу развития, потому что сегодня есть мощные меры государственной поддержки. Каждого дизайнера государство готово поддержать. Хочу сказать, для дизайнеров, которые сегодня принимают участие, это первый шаг в следующую категорию дизайнеров. Конечно, хочу сказать, я уже посмотрела, очень хорошие коллекции, очень хорошие дизайнеры вот здесь. Огромное спасибо Министерству культуры, которое поддержало эту идею. И я надеюсь, что дальше подобные мероприятия в более масштабном формате, учитывая многонациональность нашей республики, у нас очень много талантов. Такие мероприятия будут мотивировать и двигать наших детей вперёд. Перед показом предшествовала большая работа, техническая и генеральная репетиция, примерки и постановки. Фестиваль моды создан для популяризации творчества авторов в области моделирования и дизайна одежды, как этнической, так и современной. Режиссёром-постановщиком фестиваля «Мода-фест» выступила руководитель модельного агентства из Невиномыска Ольга Ховшабова. Казов, очень много моделей, очень много нарядов шикарных. Дизайнеры просто талантливые в нашем регионе. Это нужно поддерживать. Огромное спасибо за приглашение, за то, что Министерство культуры Карачао-Черкесии поддержало этот проект. Это искусство, это эстетика, это красота, это надо нести в жизни, это надо воспитывать в детях, в подростках, в молодёжи. И огромное спасибо организатору Эбзеевой Асия за приглашение. Фестиваль моды дал возможность как детям, так и взрослым насладиться красочным шоу, ощутив атмосферу праздника, красоты и стиля. Он подарил радость всем участникам, позволив людям раскрыть свой творческий потенциал, насладиться модой и поделиться позитивными эмоциями друг с другом. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Цвет граната». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!